Вернуть Крым Украине призвали Кремль в НАТО. Об этом говорится в заявлении Альянса по случае пятой годовщины аннексии полуострова. Захват Крыма НАТО назвала нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также вызовом евроатлантической безопасности. Россия нарушает права человека на оккупированном полуострове и применяет репрессии против украинцев, крымских татар и других местных общин. Вопрос Крыма приоритетный для Европейского Союза. Это часть Украины, а незаконную аннексию Брюссель никогда не признает. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Магирини на открытии заседания Совета Евросоюза. Она заявила, нарушение прав человека на полуострове необходимо расследовать. Для этого доступ в Крым должны получить международные организации. Возрастающая милитаризация в Крыму за годы аннексии полуострова негативно повлияла на безопасность в районе Черного моря. А увеличение напряжения в Керченском проливе стало еще одним последствием незаконной аннексии Крыма. Европейский Союз требует от России безоговорочно и немедленно освободить захваченных украинских моряков. Новые санкции против России за захват украинских кораблей в районе Керченского пролива ввела Австралия. Под ограничения попали семь россиян и трое лидеров оккупационных властей на Донбассе. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Мэри Спейн. В Канбере призвали Москву без промедления освободить украинских моряков и вернуть захваченные судна, а также обеспечить свободный проход в Керченском проливе. Австралия не признает аннексию Крыма и оккупацию отдельных районов Луганской и Донецкой областей, а также попытки легитимизировать это, заявила Пейн. Украинский военный погиб на передовой в Луганской области. Ему было 20 лет, сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк. По его словам, стрелять российские оккупанты начали утром. Обе провокации были на луганском направлении. Полчаса из минометов боевики обстреливали защитников Катериновки, выпустив 14 мин. А из крупнокалиберных пулеметов украинские позиции вблизи хутора Вильни. По данным разведки, российские захватчики заставляют мирных жителей обустраивать позиции боевиков. Под предлогом якобы угрозы наступления вооруженных сил Украины в рамках мобилизационных мероприятий, оккупанты привлекают местных жителей к выполнению инженерных работ на передовых позициях соединений и частей для рытья траншея, копов и оборудования ложных огневых позиций. В то же время российские спецслужбы вербуют украинских граждан для сбора разведданных. Уроженца Крыма, который работал на ФСБ, разоблачила службу безопасности Украины. По словам задержанного во время посещения оккупированного полуострова, сотрудники ФСБ под пытками и психологическим давлением заставили его, в частности, собирать информацию о местах дислокации украинской военной техники на территории Херсонской области, а также сведения о лидерах крымских татар. Весенний пейзаж Львова. Новый рисунок прислал семье украинский политузник Кремля Роман Сущенко. Нарисовал акварелью на бумаге А4, рассказала его дочь Юлия. По ее словам в письме отец написал, что простужен из-за высокой влажности в камере и ему запретили звонить. Украинского журналиста ФСБ безосновательно задержала в сентябре 2016 года в Москве. Российский суд его приговорил к 12 годам по сфабрикованным обвинениям в шпионаже, удерживая Сущенко в Кировской колонии. Военные учения стран НАТО и партнеров начались в Грузии. Их цель – укрепить сотрудничество между Тбилиси и Альянсом, а также отработать действия в случае нападения на одну из стран НАТО. В маневрах принимают участие 24 страны, в том числе Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Финляндия и Швеция. Проходят они в учебном центре вооруженных сил Грузии Курцаниси, недалеко от столицы, продлятся до 29 марта. Совместные учения между НАТО и Грузией – это идеальный способ для военнослужащих поделиться опытом и получить его для еще лучшего реагирования в кризисных ситуациях. Это уже вторые совместные учения между Грузией и НАТО. Экскурсии по Нидерландам теперь доступны на украинском языке. Проект запустили две подруги украинки Ольга и Ляна. Они живут в разных частях Нидерландов, но их объединяет любовь к родной стране и уверенность, что украинцы имеют право получить услуги гида на украинском языке. Наша съемочная группа пообщалась с создательницами проекта и вместе с ними побывала в пока еще закрытом парке цветов Кёкенхофф. Подробности расскажет корреспондентка ЮЭТВ Юлия Крючкова. Украинка Ольга назначает нам встречу в музее «Черный тюльпан» в городке Лисы между Амстердамом и Гаагой. Координатор музея «Франк» проводит небольшую экскурсию. Говорит по-нидерландски, Ольга переводит для нас на украинский. Показывают, как тюльпан попал в Нидерланды. Это было в Туркии. Там был главный главный, там были султаны. И султан Мехмед, он был огромным любовником для тюльпы. И тюльп был символом необыкновенной. Они с этой стороны пришли. Здесь они были в японских садах. Ташкент, Казахстан. Они шли и остановились сначала в Стамбуле. Султан очень полюбил этот цветок. Ольга работает гидом в Нидерландах, но в этом музее она впервые. Изучаем экспозицию об истории тюльпановой лихорадки в стране в помощь интерактивный экскурсовод. Узнаем, луковичные растения привезли в Голландию в 16 веке, а в 17 они стали экспортным товаром. Луковицы тюльпанов продавали за баснословные деньги и соревновались в выведении эксклюзивных сортов. Музей называется «Чёрный тюльпан». Почему? Музей называется «Чёрный тюльпан». Почему? Мне здесь предложили заглянуть внутрь. Внутри он кажется чёрным-чёрным, но если посмотреть на лепестки, то это уже не совсем чёрный, он с каким-то другим оттенком. А всем хотелось вырастить уникальный тюльпан чёрного цвета. Была настоящая война между разными предприятиями, но на самом деле чёрного цвета не существует в природе. Ольга приехала в Нидерланды из Харькова 19 лет назад. Как и в Украине, работает учителем. Но нашла ещё одно любимое дело – проводит экскурсии туристам. Она занимается этим несколько лет, а недавно они с подругой запустили проект экскурсий на украинском языке. Впервые в Нидерландах. Мы закончили с моей подругой курсы «Национальный гид». Мы закончили с моей подругой курсы «Национальный гид». Я очень люблю украинский язык и считаю, что было несправедливо, что мои соотечественники не имели возможности слушать родную речь во время экскурсии. После посещения музея едем с Ольгой в цветочный парк Кёкинхофф, один из самых известных в мире. Он находится на окраине Лисы. Сейчас туда не пускают туристов. Сезон начинается в конце марта. Но накануне открытия здесь проводят тренинг для гидов. Объясняют особенности экспозиции. Проанонсировали и тему этого года – «Флауэр Пауэр». «Сила цветов». Основной мотив – хиппи и 70-е. В Кёкинхоффе встречаем подругу Ольги Ляну, соавтора проекта «Экскурсии на украинском языке». Только что она была на лекции для гидов. «Очень полезно. Они рассказывают о фактах, из какой страны больше туристов, какой средний возраст, что сделали в парке за последний год, чтобы улучшить сервисы. За восемь недель сезона сюда приезжает больше миллиона туристов. Это самый посещаемый парк в мире». Ляна с Ольгой продвигают свой проект в Фейсбуке, пишут об интересных местах Нидерландов и уже подготовили экскурсии для украинцев. «Есть обычные базовые экскурсии по нескольким городам. Это Амстердам, Харлем, Гаага. Есть менее известные города с очень интересной историей. Мы их тоже будем рекламировать и предлагать. Еще мы подготовили несколько экскурсий по главному музею Нидерландов – Рейхсмузеум. Их мы будем менять в зависимости от того, что хочет турист». Туристический сезон в Нидерландах начинается вместе с приходом тепла. Уже 21 марта откроется парк Кёкенхоф. Юлия Крючкова, Владислав Гапон из Нидерландов, Юэй Ти Ви. К этому часу пока что все. Это и другая актуальная информация на наших страницах в соцсетях, а также на четырех языках на сайте канала uatv.ua. Следующий выпуск менее чем через два часа. Оставайтесь с нами, будьте в курсе и знайте больше. До встречи.